Что вас там так заинтересовало? Это кукла. А, корчмарь. Единственное, что Людвига прихватила с собой – беременный идол. Беременный? Неужели Лиза совсем ничего не рассказывала? Нет. Тогда, может, и мне не стоит? А, впрочем, вам следовало быть в курсе. А то выяснится еще, что зря вы к моей дочери ходите. Я хоть вам сэкономлю, так сказать, лучшие годы жизни. И хотя этот поселок назывался Волжский, но в народе до сих пор царевщина. А почему? Да потому что Петр Великий во время Азовского похода сам своими руками на горе воздвиг крест. А церквуха вон там правее. Тетка говорила провинциальный ренессанс. Там похоронен декабрист Веденяпин. А почему панская? Кто ж такой дом продает? Какие сокровища, говоришь? А вот и Самара. Пете нравилась Самара. В отличие от линейного, мужского и жесткого Питера, она казалась мягкой и извилисто-женственной. Тянулась, как кошка, привалившись к блоку Великой реки. Ему нравились крутые спуски к Волге, такой широкой, в некоторых местах, что дальний берег расплывался где-то там на линии горизонта. Ему нравились тротуары, обсаженные деревьями, и симпатичные бабульки с петрушкой и укропом и яблоками волжских сортов в тазах летом. Ему нравились домики в три окна в центре миллионного города с водопроводными колонками у ворот и фруктовыми садиками за забором, откуда разносился бодрый собачий лай. Ему нравился вездесущий гул катеров, напоминавший о присутствии совсем рядом Волги. И даже зимняя тишина, тоже особенная, волжская. Петя иногда даже подумывал, а не перебраться ли в Самару, где у Лизы жила тетка. Лиза этих разговоров никогда не поддерживала, но теткин дом ей тоже нравился. Видимо, местные власти любили играть в города Ташкентская, Пензенская, Киевская, Владимирская, а то еще Старозагора в честь болгарского города Побратима. Но вот наконец показались павильоны Троицкого рынка. А значит, почти приехали. Жил-был бродячий кукольничек Франц. Любвеобильный был потешник. Мигом очаровывал всех дам. Однажды прибыл в город Броды, ну и приметил там дочку Корчмаря. И не только приметил, а, скажем прямо, влюбил все. Отец был против. А что ему? Кочевник, актеришка, балаганщик, трепач. Что прикажете делать молодым? Она ведь была уже беременна. И тогда они решили бежать. Машина остановилась возле старого дома на Ленинградской. Одной из центральных улиц Старой Самары. Домик тетки находился как раз в том квартале, который отделял местную пешеходную зону от Запонского. Дело в том, что когда-то Ленинградская называлась Панской. На ней селились купцы. А в их лавках продавался Панской товар – текстиль. За Панской обитала не самая порядочная часть общества. Прогуливать туда девушек в темноте, да и вообще совать нос, особенно за железнодорожные пути, не рекомендовалось никому. Но тетка Запонских громил не боялась. Она много лет преподавала в школе домоводства. И кое-кто из ее учениц имел в ухажерах запонских громил. Широкая и низкая арка вела в небольшой засыпанный снегом и уютный двор, дальней границей которого был теткин палисадник. Теперь в нем торчали только голые прутья сиреневых кустов до два вишневых деревца в снегу. А весной и летом здесь было даже очень красиво. Собственно, это только так говорилось – теткин дом. А на самом деле она занимала только одну из трех квартир, на которые он когда-то был поделен. То, что когда-то дом принадлежал одному владельцу, было видно по самым разным приметам. И, в частности, по разномастным входным дверям, прорубленным здесь и там. Только одна дверь теткиной квартиры была настоящей. Звонок теткиной квартиры тоже был старый. Черная кнопка – сколько жмешь, столько и длится громкий пронзительный звон. Гости пугались и советовали поменять. Ведь есть же нежные мелодии, говорили они. Подмосковные – вечера, к примеру. Но тетка на это всегда отвечала так. А чего его менять? Он еще никогда не ломался. Корчмарь. Вне себя от горя и позора. Не находит ничего лучше, чем проклять. Пеглецов каким-то страшным проклятьем. Его кровавая жалоба достигла лучшей всемышнего. Пришел срок и родился у Франца сын. Странный. Он смеялся. Как болванчик. Он был ненормальный. Хорошо, что не жильцом оказался. Попытки переломить судьбу сделали они дочь. Стоит ли говорить? В отчаянии обратился Франц к старой колдуне. И та научила его сделать куклу, проклявшего его корчмаря. Франц сделал все, как она велела. И сготовил куклу с хитроумным механизмом. Кто не знает, ни за что не откроет. А внутри сказалось прятать кашпарика. Маленького Петрушку. И чтобы был он непременно с красными волосами. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нет, вы что же, в самом деле хотите этот дом продать? Ну, увы, я вам скажу того. Разве ж такие дома продают? Да вы хоть знаете, кто здесь жил когда-то? Женщина одна, одинокая. Полька по нации. А по имени Леокадия. Милая была дама. Всегда полный редикюль конфет. Дети ее любили и звали тетя Леля. Так вот у нее были драгоценности. Вся самарская знать с нетерпением ждала, в чем Леля будет блистать. Ее же на все балы приглашали. Многие жены самарских богатеев к ней подступали. Мол, продай. У тебя всего много. Но только она всем отказывала. А на расспросы отвечала, что у нее все от бабушки, которая не то графиней, не то герцогиней была. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что, не веришь? И зря не веришь. Между прочим, все знали, что в доме есть сокровища. Сколько раз ваша тетка отбивалась от разных кладоискателей. Искали, искали, да так ничего не нашли. А она, тетка, нашла, когда печку разбирала. Вначале-то рабочих наняла, а потом домой их отправила. И сама долго кирпичи до кафель выносила. Может, сейфик какой, может, другой какой тайник. Смейся, смейся. Да только Татьяна, соседка, однажды в комиссионке наткнулась на вашу тетку. И видела, как та что-то сдавала. Татьяна сейчас же к продавщице. Я сказать, что сейчас на комиссию было принято? Оказалось, кольцо. Старинное, массивное, с сапфиром. Наткнулась тетка на богатство Леокадии. А вы такой дом продавать. С тех самых пор в семье кукольника рождались дети фарфоровой красоты. В ореоле огненных волос. Синдром Петрушки. Его еще называют как-то синдромом Ангельмана. Маска такая на лице. Вроде как застывший смех. Взрыв внезапного хохота. Передающийся по женской линии. Лиза. А пару дней спустя они, Петя и Лиза уехали из Самары, завершив все свои формальные дела, связанные с Сеткиным наследством. И совершенно неожиданно, найдя в этом удивительном доме на улице Ленинградской, то, что было давным-давно и, кажется, навсегда потеряно. И где он только не искал его, куда только не бросался в надежде на то, что он окажется там. А он ждал их здесь, в Самаре, в Теткином доме на улице Ленинградской, в подвале за мешком картошки. Это был давным-давно украденный, оплаканный и полузабытый, но жадно разыскиваемый им корчмарь. Родовая кукла, брюхатый идол, в которого верили и не верили, но ради обладания которым были готовы на все на свете. Тот самый корчмарь, который был давным-давно украден теткой Улизиной матери и увезен за сотни километров в Самару. Корчмарь, обладать которым было необходимо, чтобы продлить род. Но я останусь здесь, я здесь останусь, я должен здесь оставаться, покуда есть ты, моя любовь. С вами был Михаил Перепелкин. А кашпарик? Какой кашпарик? Корчмаря, внутри есть секрет, маленький петрушка. А-а-а. Кашпарик. Где он может быть? Секунду. Может, это куда-то вставляется? Ну, куда? Дырка. Дырочка. Ты можешь подержать? Подожди. Угу. Раз. Два. Три. И что? Что это? Ну-ка, держи. Эй. Пусти меня. Пусти меня на свет божий. Нигодей хороший. Ой. Захлопнули? 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 Захлопнули. Ох, ой.